Это проверенный способ, вот как раз вот с тех советских времен мы его одеваем и все. Нужно будет время, пока он тоже размягчится. Всем привет, это канал Таня Простатцы. Продолжаем с вами говорить про пуанты. В одном из прошлых выпусков мы показали, как их правильно приготовить к занятиям, к танцу. И в этом нам помогает, разделяется своими секретами и опытом прима-балерина Кремлевского театра Олеся Расланова. Привет, Олеся. Здравствуйте, Таня. И сегодня мы хотим еще немножко узнать побольше секретов о том, как быстро разносить, чтобы пуанты стали удобнее. Потому что все знают, когда бываешь новые, вот это вот чувство, как максимально быстро сделать так, чтобы они были мягкими, приятными. Насколько это возможно вообще? Ну, в общем, такой совет. Им пользовались раньше балерины. Можно, чтобы лучше стакан сел по стопе, можно его погреть на чайнике. В общем, для этого мы сейчас с вами возьмем чайник. Так, сейчас мы лишнего берем. Так. То есть, чтобы они быстрее стали удобными, да, правильно? Да, что происходит? Если мы с вами берем обычный туфель, да, мы побили его, он все равно постепенно, нога при работе потеет. Ну, это нормальный, обычный процесс. И во время этого туфель, у нас же стакан живой, он на клею, он намокает, и туфель уже садится по ноге. Это как мы обувь разнашиваем. Как кожаные туфли, да. Все то же самое, как бы, законы жизни, они везде одинаковые. Но на этот процесс нужен время. И чтобы этот процесс ускорить, чтобы вы долго не мучились, да, там, на первом уроке или на первой репетиции изнываете, вы просто попробуйте, вот, ну, как совет, попробуйте. Друзья, у меня для вас отличная новость. Теперь вы можете поддержать канал не только словом, но и делом. У нас появился новый уровень платной подписки. Он стоит всего 99 рублей в месяц. Оформив эту подписку, вы сможете предлагать темы, голосовать за скорость выхода тех или иных выпусков, а также выбирать идеи, которые наиболее интересны для вас для новых съемок. Мы будем проводить специальные опросы в платной подписке. И еще среди спонсоров я буду устраивать розыгрыши. И у меня уже есть первый лот. Это фирменная футболка. Белыми буквами здесь собраны всевозможные женские имена, а красными буквами около сердца будет ваше имя. Сейчас здесь Таня плюс танцы, а будет, например, Оксана плюс танцы, Оля плюс танцы, Наташа плюс танцы и так далее. Ну, а на спине я всегда буду с вами. Таня плюс танцы. Оформить подписку можно, перейдя по ссылке под видео, а также инструкции можно получить в шапке профиля. И еще один важный момент. Те, кто подписан на курс Ксении Коренчук, автоматически получают те же привилегии. Тогда как это сделать? Да, что мы с вами делаем? Аккуратно. Нужно делать это аккуратно, да? Ну, да, потому что просто, чтобы не обжечься. У нас работает? А, нет. Королев, этот, как и спирт по чайнику. Да. В общем, пока мы все... А, мне кажется, он быстро сейчас. Мы будем открывать крышку или... Нет, 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 не надо. Так, да, наверное? Да, причем удобно, потому что у нас он кипятит, у нас есть носик. Еще можно пароварк, ну, не пароварк, а отпариватель, да, наверное, тоже можно? Отпариватель, в общем, нам нужно, чтобы... Здесь удобно, потому что он носиком направляет струю пара. А в отпаривателе он же, ну, как бы, да, он же, получается, не собирается. Сейчас я пока как раз разогну свои фуланты еще. Ну, вот, кстати, Танюш, ты вот можешь сейчас попробовать. Ты вот сейчас вот одень, допустим, без этого. Да, я одевала. Да, и вот сейчас, если даже сначала, как бы, ну, ты оденешь, сначала будет так более-менее не совсем комфортно, а потом они уже будут расходиться, и уже при втором одевании ты поймешь разницу. Ну, обычно у меня, да, занимает это несколько, три раза где-то примерно. Да, да, а так ты уже, как бы, они уже будут лучше сидеть. Я знаю, что мне говорили, водичка чуть-чуть, но я боюсь, потому что... Водой, водой брызгать у нас тоже в театре некоторые девочки, ну, они брызгают водой, но мне не нравятся чисто эстетические, потому что часто остаются разводы. Да, и еще бывает, ну, не знаю, мне кажется, я могу перемочить, наверное, и они уже, ну, расклеются. Ну, нет, мне кажется, навряд ли, да, все-таки здесь совсем мягкие станут сразу, и все. Просто бывает так, что, наверное, у тебя тоже такое есть какие-то, ну, наверняка есть, какие-то прям очень ты любишь, и тебе до последнего хочется, чтобы они с тобой были. Да, но бывает, конечно, особенно если какие-то воспоминания связаны конкретно с этой парой в этом спектакле. В общем, так, вот у нас закипает чайник, и, ну, мы не видим, но уже идет пар, поэтому нужно аккуратно, мы прям этот пар собираем в стакан. И сколько секунд? Да, прям, в общем, вот, он же сейчас же автоматически у нас отключится, ну, то есть, да, мы, это не наш советский свистящий чайник. Чего только балерины не придумывают. На самом деле это проверенный способ, вот как раз вот с тех советских времен, в общем, ну, просто мне о нем рассказывал вот моя знакомая балерина. Вот, единственное, это очень важно, либо вы одеваете пакет на ногу, и тогда влазите в пуант, просто, чтобы не обжечь ногу. Горячо, да? Да, либо просто чуть-чуть подождать. А, то есть нужно обязательно сразу побудуться. Все, и мы его одеваем, да. Сейчас я тоже попробую. Мы его одеваем, и все, вы можете просто постоять, встать на пуант, но дальше вы как бы, ой, простите. Аккуратно, аккуратно. Да. Все, и просто-просто в нем походить. Так, сейчас я тоже это сделаю. То есть, а ты сейчас без вкладышей... Вот, я вообще работаю без вкладышей. Вообще? Да, у меня вот... Здорово. Ну, это вот моя какая-то... И какие губки не кладешь? Нет, я не кладу, не обматываю. Так, наверное, все, только аккуратно. Чуть-чуть, да, чуть-чуть подождай. Я, правда, не подготовилась в носках. Ну, ладно. Нормально? Да, типа, вот так хорошо. Я бы так делала каждый раз, когда... Перед тем, как я камбут. Но я потом еще и сделаю. Ну, все, можно просто вот просто постоять. Ну, вот... А вот так? Да, ну, только целиком. Да, Таняша, день. Вот. Все, просто постоять. Так красиво у нас, как простите меня, все мои китайские носки. Аниме. Все, и, ну, повставать на палец. Если нужно, можно еще раз... Ну, в общем, я поняла. Да, я тогда еще дома делаю это, да. Попробуйте тоже, пишите, как вам. Так, все. Чайник мы убираем, чтобы не обжечься. Все, мы с вами посадили... Посадили, в общем, вот... Это можно делать, как в самом начале. Можно делать, когда вы уже обшили туфель. И уже можно... Поэтому, в общем, на самом деле, смотрите, как вам удобнее. Это не обязательно. Это такой секрет вообще. Да, это просто, если вы чувствуете, что туфель жесткий, и вам нужно помочь, попробуйте погреть на чайнике, лучше сядет. И, в общем, я думаю, вы разницу почувствуете. Ну, а и как раз, может быть, покажем тогда сразу стельку. Да. Это тоже как способ его, ты же как говоришь, чтобы быстрее было удобно. Да, стельку можно, значит, мы что с вами делаем? Но это, вот смотрите, в RCE модели у нас, к сожалению, не получится, потому что она целиком прошита. Вот, если вы работаете в классической модели, или, например, тоже в других туфлях, где... Нету швов. Да, где нет швов, мы просто отклеиваем вот эту часть. Это так легко происходит. Да, да. Все, она отклеивается. На самом деле, вы знаете, если бы сейчас нас с вами увидели, люди, которые создают эти туфли... Они бы, наверное, видели бы нас сейчас. Да, просто представляете, сколько усилий тратится на то, чтобы это склеить. Да, у нас есть выпуск, мы снимали производство как раз фуантов R-класса, и там мы рассказывали, что это все ручной труд, мы показывали этих людей, которые все это поэтапно, на разных этапах, разные люди. Посмотрите, кто не видел этот выпуск, очень интересно. Ну, в общем, вы поймете, что... У нас, не знаю, мы сейчас... Да, и, в общем, мы кусачками, но у меня они немножко маловаты, конечно. А сколько с миллиметров, это очень важно. В общем, что делаю я? Да, у нас вот здесь, вот если мы увидим, сейчас... Давай сюда, ну, вот так, я приклею. В общем, здесь у нас есть и гвозди, да, они забиваются. Вообще, это все индивидуально. Мне вот подходит прям вот по верхнему гвоздику, и вот, все, мы открыли, он даже не дает дальше ничего отклеивать. И я вот в этой части для себя, мы просто этими кусачками... Вот этот стержень получается. Да, да, все, мы его... Ножницами это не получится, потому что вот этот картон, он достаточно, ну, плотный, и вы просто ножницы сломаете. Все, и мы вот так вот откусываем. Да, осталось чуть-чуть. Все, прошу прощения. И ничего, и все. Сейчас ты приклеиваешь снова, или нет? Ну, вот я ничего не приклеиваю. Не мешает. И на самом деле это не нужно, она не мешает, но, как бы, мы надели туфель, мы его вытянули, все, он вытягивается спокойно, как бы, ну, мне ничего не мешает. А в этом, вот мы, да, второй тоже, который мы не откусывали. И мы его не грели, то есть. Мы его не грели, да, он немножко уже вот, ну, если вот эта часть уже не так прилегает, да, и поэтому, в общем, а здесь, получается, они, ну, все, они готовы. Дальше мы можем просто, ну, как бы обратиться к помощи станка, просто подержаться, так же и на выпад стопы, да, вывалить вперед на подъемы. Ну, это у тебя, например, стелька, если уже откусана, то так смысла нет. Да, на самом деле, я говорю, вот в этой модели, вот у меня откусана стелька, и вы видите сразу, что уже, уже пуант, он здесь, он уже прилегает к ноге, он гнется под пяткой там, где мне нужно, потому что мы освободили с вами эту часть, и, в общем. То есть у тебя уже, в принципе, готовы, тебе даже разминать особо не надо. Да, мне разминать особо не надо, потому что у меня все готово. Единственное, просто походить на полупальцах для того, чтобы они стали, ну, тоже более мягкими, более, ну, пластичными. А, кстати, где-то я читала про поводу полупальцев, что это как показатель, только не помню чего, что если ты можешь в полупальцах походить, значит, ты правильно подготовил, если не можешь, там что-то вот... Ну, не знаю, не буду говорить, я просто, ну, не слышала, да. Кто знает, в шрифте, потому что я где-то читала, но, видимо, не до конца эта мысль у меня в голове осела, но вот именно что, если ты не можешь в полупальцах... Может быть, потому что ты их разбил плохо, может быть, поэтому, ну, я не знаю, единственное, что... Может быть, если жесткий стакан, например, он тоже не будет вам давать встать на полупалец, потому что нужно будет время, пока он тоже размягчится, и вы уже... Ну вот пар и молоток помогают... Конечно, потому что он размягчает вот этот стакан, во-первых, мы тоже видим, да, вот я встаю на полупалец, сколько здесь, ну, жизни, вот здесь, да, и кожа, и ткань собирается. А представляете, если всё это будет жёстким, неподготовленным, это же всё на кости пойдёт. То есть у тебя прям действительно можно идти танцевать? У меня уже всё, да, можно. Можно идти и танцевать. Спасибо большое за секреты свои снова, что показала нам, рассказала про пары, про щас и про стельку подробно, потому что многие, я думаю, что видели, знали, но не знали, как отрезать, это тоже всегда страх у многих испортить. Ну да, да. Страх испортить. Вот. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Инстаграм Олеси, в описании под видео. Ходите на занятия, пишите свои комментарии, оставайтесь с нами. Пока-пока. Пока.